К нам теперь приезжает много иностранцев, серьезных, больших, знаменитых. В прошлом году, например, если все, кто был, помните, был здесь мастер-класс Микайла Дюдока Девит. В этом году мне Саша говорит, Наташа, придумай что-нибудь в духе Девита. Я говорю, ну я же не могу вот так за один год, и сразу Девита вот там, тем более, чтобы согласился, приехал. А потом мы говорим, а зачем нам Девит? У нас есть свой Нарштейн, и не надо нам никаких специальных заезжих знаменитостей. У нас есть своя фигура, замечательный Юра Юрий Борисович, с которым мы периодически ругаемся по дружбе. И вот прежде чем придумать этот мастер-класс, я даже не знала, как назвать это, в итоге мы назвали это профессиональная трибуна. И, в общем-то, выбрали, я считаю, очень грамотную и очень актуальную тему для сегодняшнего разговора. Это разговор о дуэте режиссер-художник, который особенно близок по теме, больной теме для жизни Юрия Борисовича. Чтобы его не раздражать, ни дальнейшим представлением, ни прочими вещами, во-первых, вот у дюдоков в прошлом году было требование не снимать его. Юрий Борисович разрешает его снимать, только не ходить. Ребята, если вы пришли, сядьте, а то нам просто придется перекрыть двери, потому что это все-таки, ну, такой достаточно серьезный вечер, и мы хотим, чтобы это не превращалось в такой балаган. У меня непривычная ситуация, вот выступать в таком большом зале. Мне всегда нравилось, когда сидит человек 70 и охват совсем другой. Вот, но я все-таки постараюсь что-нибудь такое сделать. Кроме того, это мое спасение, я за нее держусь. Ну, мы уже это проходили. Вот. Кстати, хороший коньяк мне налили здесь в буфете. Рекомендую. Ну, а теперь начнем. Понимаете, у меня... Значит, во-первых, так. Сначала Наташа мне сказала, Юр, посмотришь фильм, а потом на их примере будешь говорить о том, чем вы занимаетесь, Франческа, и разбирай заодно фильм. Здесь так не получится сегодня. Ну, во-первых, мы с Мишей все-таки пропахали такую дорогу почти 4 часа. Это кое-что стоит все-таки. Вот вчера я думаю, что разбор был... Ну, не могу сказать, что он не может быть основательным. Для этого нужно количество фильмов сократить, аудиторию сократить, и видеть только тех, кто показывает фильмы и переживает за их качество. Здесь я решил, поэтому... Естественно, мне не свойственен никакой академизм, я это не проходил. К сожалению, все, кто проходил курсы в высших заведениях, они по-иному и более структурируют, когда рассказывают о чем-то. У меня это не получается. Но есть другие какие-то моменты, которые могут кое-что рассказать. И в данном случае мне все время говорят, ну тебе повезло, у тебя же жена художник. Да, конечно, в каком-то смысле повезло. Но если бы вы попали кто-нибудь, так вот, будучи художником-постановщиком, попали бы на фильм с моей режиссурой, и вы бы поняли, через какой ад приходится проходить. Действительно так. По-другому не получается. Но прежде чем происходит этот ад, до этого происходит твоя жизнь. Это очень важно. Когда огромное количество фильмов, которые здесь довелось мне посмотреть, и в Москве я смотрел из той партии, которую мне Наташа предложила, я все время думал, почему автор делает такой или другой иной фильм. Как он может защитить свой фильм, как защищает, допустим, диплом или какую-то научную работу. Я ответов не находил. Я так и не понимал. Из многих сочинений, которые были показаны, и мне казалось, и мне, верно, и кажется, и я все более и более убеждаюсь в этом, человек работать в режиссуре, может быть, только имея огромный опыт жизни. Или какое-то очень сильное переживание. Иначе получается, что все мы впадаем в некую худшую часть формализма, какая только может быть. Потому что формализм – это не то, что у нас называют нефигуративное искусство. Формализм – это когда мы начинаем любоваться тем, что мы сейчас сделали, и нам кажется, вот теперь мы поймали Бога за все места. А это не так. Мне довелось... Я, извините, что я буду кое-что зачитывать, это мне не свойственно, но здесь не обойдешься без этого, потому что уже что-то сформулировано, и времени надо будет тратить на какие-то обхватные пути. Здесь у меня записано мое выступление, которое было в 2014 году в Праге. Там была такая торжественная одна история. И меня попросил мой друг, который, собственно, занимался такой иржик-кубичик. Его Наташа прекрасно, естественно, знает. Я имею в виду Наташу Рукиных. А может быть, и кто-то здесь знает. Он попросил мне, Юрий, ты должен написать... Ты должен сказать тронную речь. Я говорю, ну я вообще-то импровизационно скажу. Он говорит, нет, надо ее записать. И я ее записал. И вдруг неожиданно наткнулся на такие вещи, о которых, может быть, я бы... Которые я, может быть, и не стал бы формулировать. Но они сформулировались. И я... Да, и что меня там попросили... Какую-то мелодию хотел бы услышать на этом торжественном мероприятии. Ну, я сначала подумал, Гауда Амос, а потом думал, что какой я идиот. Да там все Гауда Амос будут заказывать. И я так подумал, подумал, а потом сказал, знаешь, Ирка, если найдется в коллекции запись одной еврейской песни моего детства, то это было бы хорошо. Когда-то я много лет назад ночью не спалось, и я часа в три ночи включил телевизор, а там запись концерта Исаака Шварца. И там я опять услышал эту мелодию. Я ее напою. Она звучит... Там речь идет о том, что, значит, молодая хозяйка замесила тесто, и вот она должна испечь варенчики. И все время задает себе вопрос, а где мне взять соли, а где мне взять муки, а где мне взять еще там... А где мне взять нож, а где мне взять парня, которому я это все... Которую я накормлю, которую я угощу своими сочинениями. Вот, и там мелодия замечательная. Как раз я включил телевизор на том месте, когда в симфонии Исаака Шварца прозвучала эта мелодия. А звучит она так... Я, кстати, утром потом тогда услышал этот концерт. Я утром позвонил Исааку Шварцу, я не был с ним знаком. Позвонил и говорю, знаете, ночью сегодня слышал... И как я понял, это ваше сочинение симфоническое? Он говорит, да. А там прозвучала, говорю, мелодия моего детства. И я ему напел. А он мне говорит, Юра, вы напели даже лучше, чем у меня там сыграно. Это был большой комплимент. Так вот, я попросил там сыграть эту мелодию. Видите ли, когда делается кино, если ты не находишься в этом обстреле со всех сторон, многоэкспозиционном обстреле, впечатлении, которые у тебя появились в жизни, и которые ты вспоминаешь, когда ты начинаешь работать конкретно над какой-то вещью, считайте, что вы в пустоте. Количество впечатлений должно не просто быть огромное, оно должно зашкаливать, ты должен задыхаться от этого. Только тогда ты можешь попасть на дорогу, которая станет единственной. И вот у меня написано, и здесь невольный ответ, почему сегодня на этой торжественной церемонии прозвучала мелодия моего детства. Мы вчетвером, папа, мама и мы с братом, жили в маленькой 13-метровой комнате большой коммунальной квартиры. Но, клянусь, я бы не хотел поменять это мое детство на любое самое комфортное. Представьте себе комнату, в середине которой под потолком абажур мама набрасывает большой скатерть на стол. Скатерть взлетает и, надуваясь парусом, медленно, волнами, словно ловя воздушное равновесие, успокаивается, принимая форму стола. Я должен сказать, я всегда ждал этого момента, когда мама возьмет скатерть. Когда она зажмет, она указательным и большим, вернее, мизинцем прижмет к ладони, возьмет один край скатерть, зажмет между указателем и большим пальцем и бросит эту самую скатерть, зажав один край, на стол. И это волшебное зрелище было. Я потом, как мультипликатор, я все время вспоминал, как скатерть медленно вот так пузырять, и она вдруг оседает, и четко обозначается граница стола. Это просто, знаете, это театрализованное зрелище. Зимой в комнате на веревках досушивалось принесенное с улицы белье, распространяя морозную пряность. Пахнет хлебом, по воскресеньям маковым пирогом, бубликом. Папа за столом отхлебывает горячий чай, почти кипяток из тонкого стакана в подстаканнике, и читает. Я вообще папу никогда не видел без книги. Брат на скрипке разучивает гаммы. За окном зимняя ночная синева, а в комнате тепло от печки. Я рисую, и кажется, что это навсегда. И то далекое навсегда теперь длится твоей жизнью, и если повезет, то и творчество. Комната заполнена упражнениями Шуберта, Паганини, Листа. Но самое острое впечатление оставило звучание грамм пластинок, завораживав священный ящик, патефон. Сегодня покажется, ну и что? Но дело в том, что патефон-то, он имеет форму. У него этот звукосниматель, он такой красоты, что каждый раз, когда я это думаю, вот сейчас он ошибется и не так встанет на пластинке. Ничего подобного. Идеально двигалась вот эта конструкция. И думаю, как это все сделано? Завораживав священный ящик, патефон. Тяжелая пластинка на диске, крупный план иглы, под которой кружится бесконечная струящаяся поляна пластинки. Никелированный звукосниматель мерно покачивается, и сквозь шипение пластинки звучит еврейская песенка вареничке или синагогальное пение. Звук одушевляет и возвращает пространство той жизни. Та наша комната, та далекая точка в глубине времени представляется мне музыкальным перекрестком, где у каждого своя мелодия. Мы были вместе. Каждый жил своей жизнью, но мы были сопричастны друг к другу. Быть может, это и есть главный смысл бытия. Я очень люблю это слово сопричастие. Не в его религиозном смысле, нет. Когда один человек посмотрел на другого, между ними вдруг пролегла такая дорога, что они в этот момент оказались нужными друг другу. Это очень важно. Сопричастие – это построение кадра. Когда ты не просто сидишь и вырисовываешь нечто, а когда ты компонуешь кусок живой жизни. Это может быть просто черное поле. Но, между прочим, черное поле построить… Пойдите-ка попробуйте. Если кто из вас видел портреты Возрождения, как они писали черный цвет? Вот это действительно черное что? Какие тончайшие валеры разливались по этой черноте? И надо их увидеть, угадать, а не просто возить кистью по поверхности. Суть не в удаче, а в ежедневном интересе каждой точки жизни, одна из которых может вспыхнуть открывшимся глубоким смыслом простых понятий. Прекрасно не только в колоннах Парфенона, но в каменной дороге, по которой идешь, сбивая в кровь ноги. Но ты чувствуешь тем существом дорогу, и это дорога к дому. Прекрасно не только прикосновение ладони, любимой к твоему лицу, но и подагрические пальцы твоей мамы, и хромая собаку, и высвеченная солнце, омытая дождями доска, и запыленная листва. Мир заполнен многообразным опытом, и ответа общего нет. И все же, если ты держишь владельца на руках, ты испытываешь восторг, и смысл отрицательного опыта полезен хотя бы тем, что заранее заставляет тебя проникаться в пронзительной печалью о судьбе твоего ребенка, или друга, или просто близкого тебе. Понимаете, жизнь трагична, никуда не денешься. Но может быть поэтому мы занимаемся искусством, и выискиваем надмирный смысл бытия. И если у нас происходит это воспарение над материей, а это единственный путь, другого нет. Если мы не будем продолжать любоваться, ах мы как хорошо нарисовали, мы не обойдем в это самое пространство, которое мы можем назвать пространством кинематографа. И если ты испытываешь горечь, грусть о предстоящей чьей-то судьбе, ты уже невольно участвуешь в мысли, что есть нечто, ради чего стоит писать стихи, делать фильмы, сочинять музыку, жить, просто трудиться. Это вот для меня, я написал это и подумал, но ведь это и есть на самом деле та основа, которая для меня, естественно, и для моей Франчески является абсолютной альфой омегой, потому что у нее своя жизнь, и своя судьба, и судьба родителей, и судьба дедушки, бабушки. У меня тоже своя судьба, потому что моя бабушка была расстреляна в Крыму, понятно, и ее муж, он не был мне родным дедом, это был второй брак, потому что первый муж, мой родной дед, он угорел 23 лет от роду, и она осталась с двумя детьми, а судьба вот так подвела ее к такой черте, что вот так, и если мы говорим о работе, то в ней должна участвовать и вот эта судьба, и другая судьба, и, ну и дальше. И вот, что я записал про, поскольку кино многомерная история, из чего растет фантазия, из рассказа Франчески о ее детстве, из диких трав на пустыре, из ржавого железа, сквозь дыры которого вьется системе ромашки, из перестука колес поезда, из темной воды, где медленно шевелит плавниками рыба, из солнца в комнате, сквозь занавеску, из моего любования мамой, когда она вынимает шпильки, встряхивает головой, и волосы водопадом обрушаются по спине и плечам. Я все время, когда мы делали фильм «Сказка-сказка», я все время вспоминал эти ее движения, хотя в фильме нет ничего, нет, но однако незримо она вошла в рисунок рыбачки. Я надеюсь, что я вам, мне удастся его показать при помощи Сергея, вот и компьютера. Изгибки движения ее рук, с зажатым в них крепким черепаховым гребнем, когда его зубцы, хищно вонзаясь в гриву волос, стремятся вдоль от корней до кончиков, разбирая их на метелки. Память сохранила, как двигаясь щепел гребень об волосы. Когда-то увидев гравюру Тамару, я вспомнил эту картину. Твоя фантазия складывается из запаха двора, вечернего солнца, отраженного окнами соседнего дома, прямо в наш узкий, длинный коридор коммунальной квартиры. Представьте себе, у нас двор, два дома стояли, они под одним номером были. Солнце садилось, западало за наш дом, отражалось в окнах. И если чье-то окно было повернуто под каким-то углом, который точно отдавал вот это отражение прямо туда, в наш темный узкий коридор. И смотреть на это было невероятно, потому что этот луч скользил по боковине коридора, и значит с большей скоростью, он не в торец упирался. И я просто, я сидел и смотрел на это, как на какой-то, никакой театр не мог сравниться с тем, что я видел у нас в коридоре. А еще рядом стоят какие-нибудь цветы во блевном кувшине, астры, и если на них попадает луч, они вдруг зажигаются необыкновенным светом. Вот это все потом в результате складывается, становится твоим, твоей формотворчеством, твоим художником. То есть вот из чего начинает клубиться фильм. Я просто вам покажу даже этюды, которые я делал просто так, а потом они оказались в фильме. Полумрак. Слышно, как сочится вода из крана. Луч света медленно движется в темном тоннеле коридора, наливая анилиновым пыланием цветные астры в глиняном кувшине. Внезапно свет дрогнул, исчез. Это в доме напротив кто-то прикрыл окно. И если оглянуться из потемневшего коридора в проем двери, тебя слепит светлый августовский вечер. Именно по этому коридору волчок из сказки сказок уходил в свет. Должно было пройти время, чтобы мне стало понятно. Нет ничтожных сюжетов. Для искусства равно велико все. Самая заметная частичка бытия становится событием в искусстве. Я всегда вспоминаю святого Павла Рембрандта. Сидит старик, его опухшая нога на сняты сандалии. Я потрясен этой деталью. Ее мог увидеть написать только человек, который хорошо видел в раннем детстве. Это относится ко всем нам. Что мы с собой забрали из детства? Я бы, например, если бы на студии студии бы нормально функционировали и там не было бы приоритета администрации, которая, в общем-то, мало чего посмыслит в искусстве. Да и в жизни тоже. Мало. Так вот, я бы, например, устраивал такие худсоветы, как экзамены на курсы. А что ты можешь рассказать в связи с этим фильмом? Почему ты его делаешь? Какие у тебя впечатления? Что склубиться? Что туда входит? Начинать фильм, ты закончил гип, или там другое заведение, и сразу же, уже сразу же размахивать, мне бы там вот фильмится, и прочее, прочее. Хитрук первый фильм свой закончил, когда ему было 45 лет. Прошел, работал до войны, прошел фронт, прошел фантастическую дорогу мультипликатора, и только после этого, с огромным сомнением, позволил себе начать режиссуру. Ну, а результат вы знаете. Ну, и теперь, если уже у нас зашел разговор, то сейчас я, Сергей, я сейчас назову вам картинку, которая нужна. Значит, одна картинка, 748-я, и следующая 749-я, первый топ. Вот. Это мой детский этюд. Бабушка Варя, наш коммунал. Я потом, у меня было, я не знаю сколько, 14 лет, он не бог здесь какой, он не бог здесь какой по живописной там акробатике, но я потом долго удивлялся, у меня не было сомнений, что именно так надо ее написать. Лица не видно и все такое прочее, но она всегда находилась согнута, и вот она кочергой в печи шурует поленья, взрыхляя эти поленья, чтобы жарче развести огонь. И второй этюд, следующий. Это мой этюд, написанный в Останкино, у нас недалеко от Москвы, то есть на недалеко от Марьной Рощи, в 10 минутах езды на автобусе, значит, была Дубрава, это Тополь, но там была колоссальная Дубрава. Вот этот этюд. А теперь, и мог ли я думать, что пройдет некоторое количество лет, и значит, следующая картинка 751. вот видите этот этюд? Вот откуда это все пришло. И вот дерево, конечно, Франческа сделала другое дерево, потому что там дальше шла другая пластика. Это очень важно, это уже она находила пластические ходы, это все ее рукой сделано. Но конструкцию эту подсказал ей я, потому что я это видел. А теперь уже важно было то, в какой степени художник пронизал чувством реального события и притворение этого реального события через воображение в поверхность, которая только для этого фильма и только для этого кинокамера, что очень важно, безусловно. Ну и дальше фотография значит 751 до 752. Это моя фотография. Собственно говоря, я не потому, что мне хотелось заниматься фотографией, оказался в руках фотоаппарата. И я сфотографировал. Так вот этот дом, он и является прототипом дома сказки-сказок. И вот этот черный проем, это вот тот самый проем, где стоял волчок. И вот следующий, и вот кинокадр. Значит, 753, по-моему, следующий. Вот он. Вот видите, какой путь только к одному кадру. но это еще не все, потому что на самом-то деле этот кадр складывается из более сложных моментов бытия. Сейчас, я надеюсь, я найду эту вот самую фотографию, с которой... Кстати, заодно. Вот эскиз по фильму. сейчас... Чего цвета мало. В этой книжке больше тысячи картинок. 1004 номер, это эскиз Франчески, но он сделан уже был потом. До этого были просто наброски. Вот он, эскиз. Можно наехать чуть на него? Стоп. Вот. Вот. Реализм, реальность. Но эта реальность все равно прежде всего оплодотворялась состоянием, ну, как бы это сказать, ну, абстрактным, трудно сказать, но не фигуративным. Почему? Потому что я все время требовал от нее состояние, чтобы она не затратащила внимание на том, как она может сделать цветок, там, все, она это может сделать. Но состояние, тональность общая, когда входит не просто тональность кинокадра, а тональность в смысле состояния настроения, гораздо более высокое чувство, чем просто сделать внутри изображения определенные там, тональные построения. Ну и дальше, смотрите, вот я сказал, из чего растет фантазия. Вот тоже странная вещь. 759 картинка. Это, значит, 68-й год, Борьки нашего полгода. Ну, во-первых, посмотрите на его физиономию, кадра, а вот 736 кадр. 736-я картина. Это Франческа, значит, утро. Я ее снял тоже случайно. Она жутко возмутилась. Ты что, как меня будут видеть? А кто ее будет видеть? Ну, откуда я знал, что потом это станет? Нет, нет, это не то. Это, наверное, я неправильно, что я сказал? Сейчас. 756. Да, 756. А я сказал 736? Да, 756. Вот, вот как мог я предположить, что та фотография попадет сюда. Но и этого мало. Только этого мало, как сказано в стихах Арсения Тарковского, который читал незапвенный Саша Кайдановский. И этого мало. Потому что сюда же 757-й рисуночек. Это вот, когда Борька родился, вот я нарисовал Франческу. Кормление. Да? Но этого мало. Я сейчас. Вот смотрите, что я записал. Да, еще одна фотография. 761. вот Франческа, значит, тоже. И вы видите, сколько у нее негодования по поводу того, что я ее снимал. Я ей сказал, Франк, что это такое? Что, нормальные люди сиськи женские не видели, что ли? Ну, в общем, она была очень недовольна и очень была недовольна, что я эту книжку поместил. Вполне была. Еще дополнительно была недовольна. Но дело вот в чем. Вот как компонуется изображение в эпизоде? Из чего? Вот как начинают они стягиваться постепенно? Там чего-то схватил, там схватил, там. Причем, я еще думал, можно сюда... Послушайте, Сергей и Игорь, а сюда лампу вы хотели поставить? А? Поставьте мне ее, потому что мне хочется тут кое-чего почитать. Я должен вам сказать, что, понимаете, я никогда не считал себя пишущим человеком. Но то, что называется, когда подопрет, саджусь, и пока я штурму и слова до такой степени, пока они не совпадут в абсолютно идеальное соединение, чтобы эмоциональная мысль пронизала просто через слова ситуацию. И вот, почему я говорю, что для меня еще важно это звучание, как это может звучать в... чтобы пространство действия точно было обозначено через слово. И вот здесь я, значит, о, как быстро. Ребята, если бы у нас так шла бы работа, нет, не работает. Может быть, здесь что-нибудь? Может, в консерватории надо что-то поправить, говорит бессмертный Жванецкий. Я сейчас попробую здесь прочитать. Да. Вот смотрите, как я написал. Разрабатывая световые эпизоды фильма, я однажды наткнулся на свои забытые наброски, предназначенные для живописи. Сделаны они были в начале 68-го года, после рождения у нас с Франческой сына Бори. меня глушила, очаровала открывшаяся мне картина кормления грудного младенца. И вот дальше идет, по-моему, очень хорошо написанный кусочек. Смотрите, я глупо улыбался, видя, как он хватал жадными, обнаженными, рыбьими, деснами сосок, перекачивая в себя младенческий хлеб. Правда, хорошо сказано, младенческий хлеб. Вот. И в зал не мешает, нет? Как потом, насытившись, отваливался от нежного хранилища молочного самогона, пьяно прикрывал веки, придавая значение только внутреннему процессу. Подобную картину можно видеть разве что у животных. Это действительно так. И когда это тоже странная вещь, когда мы чего-то такое там делали с Франческой, то она, конечно, чаще всего, потому что она абсолютно природный человек, она вспоминала всегда какие-то делала параллели с животным миром и вообще с растущим миром. Но это вот еще не все. Вот здесь промелькнул кинокадр младенец у груди. Так вот, опять же, как строился этот кинокадр? Вот что такое подготовка, что такое компоновка, соединение, вовлечение в кинокадр твоих впечатлений. А они многозначны. И для какой-то очень простой вещи ты вспоминаешь огромное количество ассоциаций, из которых уйдет 98%. Но нужно вспомнить все, чтобы ты был оглушен этим. И вот, пожалуйста, вам номер 758. Микеланджело, ночь. Мы с праздником пошли специально в музей, значит, там пересняли, и я говорил, Франческо, вот посмотри, какая конструкция. А почему так? Да потому что, покажите 755-ю картина. 700, 700, еще давай, 755-я, да, 755-я картина. Это моя тетка. Это ей 19 лет. Да, 19 лет она ушла на фронт. Это ей здесь 18-я. 19 лет она ушла на фронт. И прошла всю войну служила в авиации. Так вот, это от нее впечатление к этому кинокадру, где младенец у груди. А это мои детские впечатления. Я вспоминаю, она вернулась с фронта, и там она вышла замуж, но дядя Коля ее муж еще довоевывал, а она, значит, приехала к маме в Москву. В несчастье родившийся ребенок умер от заражения крови, но у нее было много молока, и она его сцеживала. Я просыпался часа в 4 утра, а это июнь месяц, уже светло, и видел эту огромную грудь, из которой просто звенела струя в коричневую кружку. И она меня кормила этим молоком. Я был наглый, я когда встречал его дворе, я орал на весь двор, когда доиться будешь, она ко мне так тихо-тихо, Юрочка, ты что, ты что, ты что, но вот смотрите, ничто не пропадает, все, все равно так или иначе начинает соединяться во что-то новое для тебя. Это казалось бы, можно прийти к выводу, ну и что, вот это твои впечатления, вот они собрались и вот ты сделал. Да все не так, так да не так. Не так, потому что на самом деле эти впечатления должны были вызваны, быть вызваны тем самым магическим кристаллом пушкинским. Медаль свободного романа, я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. Это вот эти грани, ты должен попасть точно в это фокусное расстояние. И это может быть самое сложное, потому что попадая в него, ты тем самым себе обозначаешь твою дорогу и твой ход внутри изображения. Это такие вот существенные важные вещи. И кроме того, кроме того, мое желание вообще выйти из союза мультфильма и заниматься только живописью и все, бросить все это к чертовой мать. Но оно плохо закончилось. Ничем. Я четыре раза поступал, четыре раза меня оттуда. Вот. И но занятия живописью не прошли даром, потому что я через ее поверхность рассматривая в музеях разных любимых художников, я там познавал драматургию фактуры с живописью, без которой на самом деле невозможно сделать ни один не эскиз, ни рисунок какой-нибудь самый плохой. Ты должен войти в это самое состояние драматургии. Это такая вот штука, без которой ничего не получается. Ну и еще тут можно много что говорить, многое в фильме отваливалось, а многое не успели сделать, но тут такая тоже вещь, понимаете, надо быть щедрым и на выбрасывание, и если обстоятельства не совпадают с тобой, значит, надо отказываться от них, потому что все равно фильм-то когда-то надо заканчивать, ничего с этим не поделаешь. Но вот тут вопрос, как ставится задача? Вот, значит, для примера могу сказать, могу вам назвать фильм «Цаплий журавов». Правильно, потом говорила, это был самый легкий фильм в моей жизни. Хотя однажды в очередном, когда я, видно, довел ее очень сильно, она мне так ногой по жопе дала. В общем, показал свой характер. Но как происходит строение эскиза и подход к будущему развитию действия? Ведь у меня это чаще всего бывает полная катастрофа. Я не знаю, что делать. И начинаешь, и начинаешь, и если даешь какое-нибудь там задание художнику, о чем-то ты с ним говоришь, то это не значит, что я понимаю сам, о чем я говорю, и что я ее прошу. Самое худшее состояние. И вот что такое пространство фильма? Это когда и персонаж, и все, что его окружает, не раздельны ни в каком случае. И то, что окружает персонажа, не является для него фоном, а это является только иной ступенью развития этого же персонажа. И ни в коем случае не делается фон только для того, чтобы можно было разглядеть, как там персонаж двигается. Для меня все это одно целое, один кристалл. И вот когда мы делали фильм «Цапли и журавли», я долго не мог понять все-таки, как же там, мне-то хотелось сделать чеховскую историю. Такую, ну мы можем сказать чеховскую, можем вспомнить Гоголя, можем пушкинскую строку вспомнить. Но скорее всего, ближе всего к Чеху, потому что это же его поэзия, это его драматургия, когда вот оно счастье, как он пишет там, по-моему, о трех сестрах, «Сто пудов любви». Там все влюблены и все несчастны. И ни у кого не складывается судьба. Так и расходятся действия, а все влюблены. И в этом фильме мне тоже хотелось сделать вот этот момент, вот оно, счастье, вот они приближаются, вот казалось бы, и все рушится к черту материи. Но когда мы начали, мне хотелось сделать этот фильм, а как его делать, я не знаю. Я только в качестве изобразительного, драматургического момента я сказал, знаешь, Франя, вот если делать плакат к этому фильму, то плакат должен выглядеть так. Серое небо, коричневая торфяная вода, торчат сухие камыши и вообще кости речной травы, там, айгир, может быть, не знаю. Порошит снег на этом фоне падает в коричневую воду, и вдруг опускается белое подвенечное платье на эти ости, оно на них повисает, попадает в воду и намокая, начинает себя вбирать этот коричневый цвет протяной воды. Вот такой плакат. То есть я чувствовал, что там, как там должно быть, но вот, понимаете, вот я вам сказал это, но это вовсе не значит, что фильм можно было бы и что-нибудь похожее там придумать, потому что это состояние было очень тяжелым для фильма, это совсем другой фильм. И в то же время болото, 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 Франя сделал раскадровку, ну у меня здесь ее нет, этой раскадровки, она так сохранилась, но сохранилась скорее как такой, знаете, палеотивный вариант из самого лучшего толка, потому что я еще такое там попросил, знаешь, может быть там какой-то дом у журавля правильно нарисовал, я говорю, слушай, какой-то сортир посреди болота, что это такое, но все равно, говорю, давай рисуй, и я тоже буду рисовать, потому что все равно надо же сдавать худсоветы, чего-то, но худсовет на это не обратил внимания, я обратил внимание, и я долго мочился, какое же пространство, должен сказать, у меня в году в 61-62-м одна из любимых книг моих был трехтомник, такой был автор Андре Баннар, грешская цивилизация, вообще количество книг тогда зашкаливало, когда начинают рассказывать, да и эти советики, мы книг вообще не читали, и вообще там ничего не было, слоны ходили, медведи, а книг, между прочим, сдавалось огромное количество, и вот сейчас одна из них, я уж не говорю, про отдельно про греческую литературу, одна из них, это была замечательная книга, замечательная, я просто зачитывал с этой книгой, причем вначале купил только третий, а потом уже докупил, и я ее как-то сидел на кухне, рассматривал, вот тут можно сказать, работа идет конечно индивидуальная, но одновременно и, так сказать, смежно параллельная и по каким-то координатам непонятным, я, когда мне не в мочи, когда, я должен обязательно сидеть на кухне, смотреть, как картошка там жарится и и Франческа хлопочет, и тут дети крутятся, и все, и мне всерьез хочется чего-нибудь раздражающего, чтобы было на ком вообще сместить свое неумение, и вот я сижу, смотрю книгу, Франческа говорит, что здесь на кухне здесь, я говорю, хорошо, не могу в этом сидит и вот я рассматриваю книгу и вдруг мне попадается фотография остатки разрушенного города и вот он и журавли представляете ну просто само пришло а вот эти эти кадры значит 319 и 318 покажите пожалуйста это вот журавли эти это 319 а они в книжке прямо рядом вот и вдруг я эту книгу подбрасываю и говорю Фране я знаю как делать какое решение должно быть они должны жить разваленность старой усадьбы представьте себе там Хичкок наверное бы сделал ворон но помните этот фильм птицы а можно поселить там ворон это будет совсем такая мрачная драматургия а цапли журавли они по своей ну своей такой аристократической внешностью хотя уж не очень цапли такая ходит нахохот но все равно она для меня была каким светлым существом они очень хорошо компоновываются в это самое в это пространство и мы сразу с ней стали копать материалы вот пожалуйста руинный стиль 320 320 321 вот видите какая замечательная гравюра это все строилось вы знаете кто изучал историю искусства это специально все строилось такая конструкция это не 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 это строено это задумка те кто была и и и что произошло франческа в три дня сделала три прекрасных эскизы вот один из них 322 вот видите какой замечательный эскиз причем с легкостью необыкновенно вообще я даже о ней написал что франческа работает по-настоящему не просто художественно а на взлете когда наступает состояние беспамятства ты даже не помнишь как это произошло ну конечно она там сделала какой-то набросочек прежде чем делать эскиз но сделала она его ну в один день это точно и в несколько дней она сделала три эскиза вот второй 325 встреча цапли и журавля это вот их последняя встреча а это вот эскиз встречи цапли и журавля еще тут такой момент я на курсах всегда очень много говорил о живописи и как о прикладной науке и как об отдельно образной потому что ну понимаете может сделать целый цикл по Кандинскому вот этого его романтического перехода когда у него еще реальность она еще вот она но уже это все переходит в нечто совершенно невероятное и прекрасное то есть почти теряются еще эти реальности в то же время они проглядывают сквозь эту абстракцию вообще я должен сказать что спасибо что абстрактное изображение сделать не менее сложным а может быть и более сложным подлинное изображение нежели какой-нибудь там узколобую реальность в худшем смысле узколобую да по той простой причине что найти тональные пластические соотношения это гигантская наука в искусстве была передача о Гоши Рерберге и там замечательно значит его снимают у него в комнате и он рассказывает о своих пращерах он же из художественной среды и сам рисующий причем оператор который оперирует так сказать реальностью он рисует абстракции и вот на стене висит какая-то живопись понимаете не удалось и получилось я так и не смог скомпоновать три цвета вот эту фразу запомните скомпоновать три цвета это грандиозная наука скомпоновать и и поэтому конечно художник обязан не просто он обязан смотреть абстрактные вещи но только дальше ваш выбор товарищи артист что вы берете что вы выбираете вот это есть вы если вы выбираете какой-нибудь кучерявость и кудрявость то это все будет и в кино и сразу пойдет этот мусор но когда ты смотришь допустим если вы смотрите каков путь Пикассо и как он распоряжался формами или такой Хуан Грис был замечательный художник к сожалению рано умерший и умерший и и вот когда вы в этих формах вдруг начинаете различать что они оказываются внутри вступает в драматургические отношения вот в этот момент начинается искусство и в этот момент вы можете спокойно художник в данном случае может спокойно если он знает какие какие абстрактные ходы соответствуют его помогает ему вырастить то самое пространство которое потом поможет своим своими обстоятельствами даст развитие уже в самом действии и в персонажи ну и так далее и так далее и вот вот это меня фраза поразила действительно в этом же смысле мы можем говорить о художнике Пауле Клея я вообще у меня даже была идея давно-давно еще был жив композитор Михаил Саш Мейрович с которым мы работали я ему как-то предложил я говорю Михаил Саш дайте с вами сделаем такие 24 прелюдии фуги ну вспоминая клавир Баха я говорю знаете по Паулю Клея такие маленькие фильмы да он сказал давайте давайте но к сожалению вскоре его не стало и сама идея ушла но она не осталась у меня для меня пустой вот сейчас еще надо найти это все еще пока я буду искать я попрошу я попрошу показать композицию три креста Рембрандта которая тоже является школой триста одиннадцать и дальше там сначала покажи триста одиннадцать а я пока постараюсь все-таки найти вот я нашел вот давайте я их включил в свою книжку я их включил в главу отца Плежуравли казах вошедшая связь но это первое состояние вот чем отличается великий художник от ремесленника это первое состояние далее что делает этот гигант причем не только в этой в этом афорте и в других тоже смотрите какая у него тщательная проработка видите всех фигур но они еще не дают ту драматургию поток трагический который здесь разыгрывается они не дают это еще фигуры а вот а вот у него второй вариант 312 вы видите почти до абстрактности довел где те фигуры которые мы только что видели их практически нет он их убил туда вбил но ради чего ради того чтобы возвысить вот эту сцену трагедию которая разыгрывается между нами причем он справа этим шатром он просто вообще все заштриховал практически а у него до этого была фигура которая была отчетливо видна и физика ее работала физика но не состояние которое он туда потом вложил я специально делал укрупнение смотрите 312 это ошибка в номер но не важно значит показывает 312 еще 312 следующий номер а 313 прошу прощения 313 вот видите что он сделал он фигуру вообще скрыл она ему не нужна здесь потому что ему нужен центр а посмотрите на эти потоки линий которые льются сверху они не материальны они совсем о другом говорят и другое подчеркивают это вот Рембрандт понимаете я могу представить что в 20 веке художник может прийти к этому результату но в 20 а Рембрандт когда же это же 17 век там рядом никого не было на этом уровне кто мог бы афорты вот так доводить до степени абстрактности когда эмоциональный взлет становится центром и и тоже попросил когда мы переснимали 314 вот крупно посмотрите как он там распоряжался вы видите что это такое здесь уже нету той филигранности до сегодня я как-то пошутил ну теперь время такое что Рембрандта подшил его перекрасит а вот вот что делает великий художник у него была работа у него была работа Христос перед судом народа афорт одно состояние стоит Христос в центре над площадкой линия очерчивая горизонтальные площадки а перед площадкой стоит масса народа от края до края что он потом делает он отпечатал исчистил все это оставил пятно вот отказаться это гораздо больший дар чем нарисовать нарисовать он умеет а вот отказаться ради драматургического взлета это может только Рембрандт и все он убрал и сразу очистилось пространство и сразу мы видим Христос линия с двух сторон народ стоит убрал все что мешает самому главному самому важному вот отказаться ну и теперь значит вот по поводу того кто мои учителя и что мои учителя у меня глава называется звуком мы трогаем изображение и меняем его кстати я должен сказать поскольку я там сижу торгуя книжками что извините за прозу я наслушался этого звука простите меня господа режиссеры но это такое говно я по другому не могу назвать извините за резкость вы вообще практически не работаете со звуком вы даже его не воспринимаете ни как драматургический ни как артистический ни как абстрактный ни на каком уровне только зашуметь 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 я это называю ящик деревянной набили бутылки и вот так ящиком этим ворочаются стороны в сторону и стороны в сторону это вы думаете возвышает людей это приближает к экрану нет убивает слух убивает они после этого не смогут услышать ни одной ноты пьяного и если будет играть Рихтер вместе с Давидом Ойсриха Шостаковича соната они даже не обратят на нее внимание вот ведь беда-то какая это это действительно что-то такое происходит но но ведь наступает момент индивидуального изучения когда вы в тиши все это изучаете и когда вы слышите звук вы его как-то где-то в сознании соединяете с каким-то изображением только вы понимаете да может быть необыкновенного изображения когда оно пронизано каким-то конкретным вами сочиненным звуком звучанием и вот я то что не смог сделать с Михаилом Александровичем я для себя взял несколько вещей Мейровича то есть Павлю Клие вот как я их рассчитывал на то что мы могли бы сделать и вот я их поместил в свою книгу кстати вот эта книга которая здесь я ей продаю я поместил в свою книгу причем я записал смотрите его произведение это Павль Кли учебное пособие для анимации в тональных контрастных ритмических звуковых строениях что-то вроде хорошо темперированного клавира Баха для музыканта его живопись присоединяется к звуку снимает преграду между персонажем и пространством вот понимать я сегодня когда читал вот этот свой текст я от какое слово постоянно я его употреблял сопричастность что мы были сопричастны друг к другу но в кадре должно быть сопричастие не просто если бы у меня здесь было было бы со мной материал бы который я оставил специально вот я сказал Франчику вот ты сделала Акаки Акаки там должен быть Акаки Акаки раздеться до гола но ведь надо сделать так чтобы не пахло немытым телом вот как знаете иконы наверняка икона там крещение и стоят там вот такие вот они еще ничего не понимают даже что с ними происходит такие в подштанниках а иногда и голые стоят такие их там что-то кто-то поливает там в этом действие уже сразу понятно что там происходит какое таинство и я когда Фране говорил знаешь Фране вот надо что-то из этого искать из этой простоты чтобы свечение вот всего корпуса Акаки Акаки его дряблые ножки там его слабые ляжки его вот это но только без запаха тела вот Франя сделала рисунок а по пошинели мы там работаем но в такой технике что есть подложка которая может быть грунтованная фольга почему фольга потому что фольга под светом не гнется ну вы знаете что я компьютером не пользуюсь только живым светом и всем живым она не гнется на нее накладывается целлулой по которому Франческо царапает как по афор когда это соединяет можно один слой два слоя три слоя и все время меняется драматургия изображения именно драматургия и и она наполняется она наполняется таким напряжением которое ты на самом деле не просчитываешь и не нужно чтобы ты просчитывал оно это изображение оно возникает будто бы оно проращивается на твоих глазах и становится абсолютно неожиданным и вот это вот это соединение этих фактур создает незримую материю так вот Франческо значит делает персонаж со спины значит там все вырезано там акварелькой целлоид поцарапало все тело Яр Фрэнн ты знаешь это очень здорово нарисовано но это никуда не пойдет я потом оставил это в качестве просто примера может быть даже я и на курсах показывал ребята как примера того что не пойдет если она начинает раз тщательно рисовать там обшлаг кафтана а как а как еще и это и если это без нужды без необходимости мне это не нужно потому что на него обращать внимание буду а мне нужно чтобы обращали внимание чтобы этот самый луч зрительский эмоциональный он был такой же сильный как и тот который мы вкладываем в само изображение чтобы по нему пройти и миновать все хитрости и поэтому она она блестяще рисует она может нарисовать такой что я искал Франин напиши портрет Пугачеву у тебя от Москвы до 45-го километра будет очередь за портрет потому что она владеет мастерством но высшее мастерство когда убивается это мастерство и поэтому я всегда говорю в левую руку и я попросил это все надо переделать это не пойдет наверное другой художник бы на меня бы такое спустил но Франин знает почему я это говорю и тут если я говорю Франя знаешь что вот здесь волчок бежит сделай черную землю мокрую от дождя зашлепанной осенней листвой я помню как она мне через 15 минут она вынесла кусок фона я говорю гениально а сделала из очень простых она взяла черную бумагу взяла целлоид причем черная бумага она была не черная она была чуть-чуть сероватая так что штрих в данном случае не афортный а штрих туши перов он был чуть темнее этой самой земли вот здесь начинаются те самые градации вроде бы да подумаешь чепуха да не чепуха потому что там возникают незримые валюры вот самая главная самая большая война которая у меня всегда идет с изображением это чтобы оно не было самодавляющим а если самодавляющим только в том тех моментах где необходимо чтобы это было и вот она сделала на сулоиде так перышком а потом с обратной стороны еще взяла так кистью пошлепала буквально в смысле нашлепала листья и когда это все соединилось я был просто поражен вот произошло то самое сопряжение о чем все время у нас идет разговор я даже по этому поводу всегда приводил кусочек из толстого в войне и мире помните когда Пьер в ночь перед Бородинским сражением и он спит а они же все время с Андреем Болконским они же все время выясняли мировые вопросы интересовали и здесь у него продолжало крутиться в голове так что же где же этот смысл и вдруг ему является слово во сне собрегать надо собрегать и он просыпается но дальше это же толстой дальше у него звучит какой-то мужик кричит там в рассвет идет какой-то мужик кричит запрягать надо запрягать понимаете это Лев Николаевич я в связи с этим потом вспоминал Юрия Коваля его недопеска когда он там описывает ночь и вдруг откуда-то из деревни прилетела фраза гайки не забудь завернуть и он пишет какие гайки чего-то кто кому что-то говорил вот это и есть та самая незримая поэзия так вот по поводу Паули Клея чем мне он нравится вообще мне повезло я вдруг однажды был в городе Люцернии там там была огромная выставка не выставка а просто экспозиция ну работ наверное 150 не меньше Паули Клея я оттуда не выходил я просто оттуда пришел и не выходил наконец пришла дежурная она решила что мне плохо принесла туда стул я стоял и смотрел я не мог от этого всего оторваться я не просто смотрел я просматривал все так вот что я дальше 661 страница нет 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 ой я прошу прощения 661 рисунок а это из второго тома извините это басёй рисунок это совсем о другом кстати это мой подготовительный рисунок для Франчески так вы нашли это в первом томе 661 репродукция 661 не нашли 661 или как 661 репродукция вот 661 661 а не 61 661 661 это вы из второго тома вот потерял второй первый том возьмите вот он вот вы показывали все предыдущее это все был первый том это второй поэтому ну конечно конечно вот это второй том вот он это лицо вы только что показывали из первого тома все вот вам туда надо залезть жалко будет если это не вот он да вот смотрите это называется группа динамической полифонии чем она и я записал да и вот теперь покажите 662 663 крупные вот это вот чем вообще меня привлекло это понимаете вот видите эти линии казалось бы они вообще ничего не значат на самом деле не значат много и вот что я записал вот какое бы я давал задание Мейровичу если бы мы с композитором работали вот что я записал группа репродукцию группа динамической полифонии эффект многократной экспозиции оптического совмещения вращаясь они пересекаются в воздухе бумаги не повредив друг друга линии блуждают в пространстве растушевываются исчезают если при помощи компьютера это как раз тот случай когда компьютер был бы идеален зафиксировать вращение и пересечение форм и линий можно получить зримое звучание точки пересечения будут бежать по изгибам форм экранное поле закипит мельчайшим штрихом не слышная еле уловимая глиссанда с легкой оркестровой штриховкой звук будто по струне скользит натянутая паутина глиссанда повторяются догоняют друг друга скользя по бесконечным изгибам форм вот такой режиссерский маленький сценарий или другой противоположный этому по силе подрунтры красный ветер это значит 664 картинка вот и подскажите теперь крупно следующие 665 и 66 видите какая фактура мощная гудить вся и вот я написал яростно первобытное небо разрывает шипением пучки стрел гул по всему тревожному живописному полю дикое буйство и беспощадность пролетающих снарядов содрогают небо гремит и становится ветром разорванной в куски воздух Николай Гоголь мертвые души звук бубна и первобытные крики шамана понимаете это я записывал ощущение от этого что если бы я стал бы делать это одушевляя совершенно определенным образом то и соединяя с звучанием которое я здесь написал мы могли бы получить обеществленное изображение через музыку или например или например замечательная такая вещь есть машина птиц 684 картинка машина птиц скришещет проволока как будто ее вращает внутри трубы с заводным свистом птицы вскидывают одну за другой глиняные головы с грузинами языков и роняют вновь фыркает в быстром вращении пропеллер бабочка можно значит что это такое я не знаю кто-нибудь у кого-нибудь было такое ощущение когда знаете в трубе такая пружина и ты ее вращаешь она там скрижещет и издает такой звук который вообще невозможно получить никаким другим способом как только вот так и почему я написал грузило языков да потому что они вскидываются и падают с тяжести падают как падает мертвое тело у танта и почему фыркает пропеллером этот самый пропеллер бабочка потому что потому что происходит там когда определенная форма захватывает воздух и у нее происходит такое почему я говорю фырканье вот это это на самом деле это является колоссальным тренингом для работы художника а вроде бы речь идет о каких-то абстрактных вещах но именно вот это когда тебе не надо пытаться нарисовать что-то реальное а ты попробуй вот с этим поработать и выжать из него ту самую необходимую эмоцию которая которая тебе может вдруг открыть что-то необыкновенно новое извините но я даже не знаю Наташа где у меня где Наташа наша нету ее ушла тогда я продолжу еще хотел бы я одну картинку 688 тоже Пауль Клей это называется восточная архилектура ну это вообще фантастическая вещь он ее судя по всему он писал ее индивидуально по формам заливая наливая воду в форму и туда буквально капая акварель и она сама растекалась у нее дрессированная была акварель она принимала свою форму вот видите так нельзя сразу написать это шла долгая и очень утомительная и подробная разработка и вот что я написал про восточная архитектура медленно одобразно плывут вверх вниз акварельно растекающиеся по архитектурным формам звуки бесконечно наполняются формы неумолчным неотвратимым движением неостановимым потоки миража плывет сквозь акварельный кристалл заунывный хрепловатый голос арабского погонщика то есть если бы мы бы была бы такая вот счастливая нас минута с Мейрочем мы бы могли с ним это сделать потому что этот композитор очень хорошо понимал пластику его любимый художник был Сутин Хайр Сутин а это художник который владел невероятно взрывами живописи невероятной силы так что у нас я могу и дальше продолжать потому что Наташа мне сказала 20 минут десятого неправильно нет 21.40 ну давайте тогда продолжать это значит вот сейчас разговор шел о Павле Клие он у него много работ которые уходят вообще в чистую абстракцию из абстракции выныривает в реальность где реальность угадывается но при этом очень силен эмоциональный поток вообще образный язык это замечательная история Юрия Олеши у него это по-моему у него фраза когда он увидел как он охарактеризовал еврейский шрифт когда он увидел еврейскую рукопись как он охарактеризовал кто насыпал столько чая понимаете какое мышление острое или лужа про лужу осеннюю лужу под деревом было сказано что она похожа на цыганку то есть синее небо желтое листва это это вот чувство слова на кончике языка и вот не случайно вы извините что я тут не показываю эскизы потому что на самом деле эскизам предшествуется нечто другое как раз предшествует вот то о чем я сейчас говорю вот рядом с Павлиум Клие я поместил репродукцию разбор картины Левитана вечерний звон надеюсь что многим в зале довелось быть на выставке этой изумительной где висели вечерний звон и в тихой обители так вот я вообще очень люблю Левитана за вот эту таинственность звучания цвета невероятное звучание и вот я специально брал фрагменты чтобы и на их примере я показывал почему откуда этот эффект взвода ведь назвать учебный звон только бы пожалуй в истории искусства имеем Милле Анжелес его знаменитая картина когда стоят две фигуры муж и жена стоят и застыли в молитве Сальвадор Дали по этой вещи он вообще очень любил Милле он написал что я убежден что речь идет о ребенке который дитя которое было трагическим плодом и история трагическая и что они вымаливают прощение свое находясь в этом состоянии слушая где-то далекий звон колокол но Дали он был очень просвещенный человек и тонкий так вот значит покажите покажите пожалуйста 695 696 Левитана это очень крупный фрагмент но почему он здесь сделан потому что можно вернуть обратно колокольни да видите это сочетание теплого и холодного казалось бы ну и все знают это а получилось только у Левитана и то что художник называет вечерний звон в этом есть что-то такое что его роднит с тем разговором который был буквально 10 минут назад хотя более противоположных художников представить трудно и 690 а ну можно не показывать не важно так и вот когда у нас идет с франческой работа в которой изображение не должно иметь самодавляющую форму кроме повторяю отдельных отдельных фрагментов когда самодавляющая форма должна иметь должна через ее проходить искра травматургическая но это уже совсем другое дело когда я смотрю компьютерное изображение знаете у меня действительно начинается головокружение я просто выхожу из зала потому что на меня с такой силой давит экран что моя психика не выдерживает а при этом это совсем не факт и не означает что художник мультипликационного фильма не имеет права пользоваться натуральным изображением или сверхнатуральным да господи ради бог было бы только свое место я помню мы значит с Игорем скиданом он был кинооператор в сказке сказок я помню мы значит снимать должны были эпизод первый эпизод который мы снимали в фильме когда волчок в лесу с младенцем а потом он качает младенца и дальше идет медленная панорама по сырому лесу шелестит дождик и по ветвям скатываются капли просто взяли с ним нарвали веток один с него на живую камеру другой пускал из пипетки эти капли они бежали по ветке вообще бегущие капли по ветке это завораживающее зрелище они бежали потом повисали а потом набирались набухали и падали и тут и мы честно сделали эти фазы фотофазы но никто никогда не говорил о том что это натурально и что это мол не входит в систему а это все входило в систему штриховую но тут важно если бы стали на этом настаивать и постоянно пихать зрителя а вот мы умеем вот так вот видел как каплю повесила вот тогда мы были бы придурками вот я тебя да на слове придурки мы заканчиваем наш разговор нет да да и почему там возникает уже другая система сопряженности и система контрастов внутри изображения когда капля становится центром в тот момент когда она набухает и упала и исчезла это тут важно что она что она пришла сделала свое дело набух и исчезла если бы мы все время мы бы показывали этот рой капель это у кого Марка Донского я не вспомню у кого там у кого-то из режиссеров там ассистент повесил на плетень валенок и он сказал замечательная деталь то ты решил какая замечательная дай-ка я и второй валенок повесил по поводу чего ему режиссер рассказал а вот это уже тут и есть та самая натуральность там был образ а здесь натуральность вот такая разница в этой самой гениальной недосказанности ну и еще видите вот я вам не особо-то рассказываю о том как там эскизы делались хотя я об этом много могу говорить а я говорю о том что предшествует этому всего вот не случайно в книгу я сюда включил был такой Владимир Вайсберг художник живописец замечательный живописец который который ну он такого можно сказать такого буддистского направления живописи там как сад камней японский можно сидеть в комнате где развешаны работы Вайсберга сидеть смотреть по ним размышлять думать идти домой тебя там ничто не трогает тебе ничто не бьет под дых ничего все умиротворено все но между тем это большой художник и большая жизнь все вот я вам хочу еще две работы семьсот семьсот тридцать пятая и семьсот тридцать шестая сначала семьсот тридцать пятая нет давайте так сначала семьсот тридцать третью а потом семьсот тридцать четвертую вот при том что как мы не старались с кинооператором когда делалась эта книга переснять максимально его нельзя переснять он он ускользает в своей живописи понимаете и следующая картинка но здесь еще не очень качественное конечно изображение вот оно не совсем то которое в книге то есть тут я вам видите вот эти все пиксели там чертовы я не знаю мы-то снимали у нас было все нормально я не знаю почему здесь пиксели пошли но не важно и конечно они не дают тот эффект который ты видишь когда ты когда ты подходишь к живописи вот так впереди ну и еще одна его работа это семьсот тридцать пять семьсот тридцать шесть вот это натюрморт таким общим планом то есть так как он вкомпонован прямоугольник холста а следующее укрупнение у нас вот видите фактура холста какая мне это так нравится потому что у него идет сопряжение опять то самое о чем мы говорим вот это самое до сопричастия сопряжения когда одна форма без другой не может жить она только живет тогда когда она цельная вот помню смотрел я фильм где-то на Кроке и там значит речь шла о Хуане Миро я сейчас не помню имя автора кто делал это и там автор она вырезала из его из холста Миро вырезала фигурку фигурка это путешествовало там по изображению это была большая ошибка потому что эта фигурка могла жить только в пространстве которое дал Хуан Миро в другом пространстве она становится мертвым более того даже пошлым может стать это это вот такие вещи которые мне кажется нужно в себе чутье к ним нужно вырабатывать ну как знаете как сопряжение слов когда истинная гармония словесная показывает истинность поэтическую понимаете это тут можно вспомнить Маяковского когда он описывает себя свое состояние в Одессе в облаке в штанах как он описывает состояние ужаса когда слышу вдруг с кровати спрыгнул нерв и вот прошелся едва едва потом забегал волнованный четкий потом уже он и новые два месяца отчаянно четкой часто и дальше он повышая эту самую трубу он пишет рукло штукатурка в нижнем этаже нервы большие маленькие вот уже у нервов подкашиваются ноги и опять переводит вот это стакан на совсем другое движение а ночь по комнате тинется тинется из тины не вытянуться от тяжелевшего глаза и дальше опять переход у него двери вдруг заляскали будто у гостиницы не попадает зуб на зуб то есть понимаете в каком пространстве какой драматургии построен вот вот где нам надо учиться вот здесь у нас очень большое количество учтений которые которые говорят ребята берите но только не будьте ленивыми это надо смотреть надо ходить на выставки читая книги надо вслушиваться в речь потому что эта речь даст нам потом я помню когда мы ехали как-то с Баталовым Лешей значит я у него был в гостях давай я тебя отвезу на метро на станцию я говорю да не надо садоваться нет я хочу мы едем в машине открыто окно и я вдруг вот ту реплику которую здесь я говорил гремит и становится ветром разорванным в куски воздуха эта фраза просто из 20 века живописи вот как раз Куан Грис о котором я говорю вот это его но Гоголеву покажи это он может быть с ума сойдет но как ему то в голову пришло гремит и становится нарезал на куски материзовал эту всю историю или чуткое ли ухо дрожит во всякой вихре сидят в вашей гриве чуткое ли ухо дрожит во всякой вашей жилке понимаете хочется сказать да куда там Сальвадор удали а теперь попробуйте это перевести в натуре это была бы редкостная гадость вот в чем дело то есть чувство гармонии чувство вот этого чувства мира и мне Леша говорит это откуда я говорю Леша это же вообще хрестоматия мы в школе проходили не помню я говорю вот интересно я говорю да это птица тройка да не может быть ну-ка еще почитай я ему там целый кусок про я говорю посмотрите что он делает вот только он он может сказать Гоголь и почти не коснувшись копытами земли превратился в одну вытянутую линию летящую по воздуху такой фазы у лошадей нет а например Жиряко он там у него скачки и лошади скачут раскинув ноги вот так но такой фазы нет это неправда но в живописи она имеет право быть потому что он тем самым подчеркивает движение в этом смысле Врубель оказался более точным потому что там где у него Гарун скакал быстрее Ланя быстрее чем сейчас забыл скачет с какими штрихами он это сделал он не обрисовывал это все допустим как серу он таким стакатом все это сделал каждый штрих скачет вот у кого нам надо учиться дорогие друзья на этом можно по-моему закончить аплодисменты аплодисменты а да че Помогите. Продолжение следует.